МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем больше оторвем ребят от телевизоров, с улицы, от наркоты какой-то, в общем-то, пусть они продышатся вот этим воздухом, свежим, каким-то с природой немножко соприкоснутся, особенно питерские. Основная задача – это ознакомить ребят с природой, с ее особенностями и с культурным проживанием в этой окружающей среде. Любая местность Ленинградской области, каждая из них имеет свое своеобразие, и в любом месте очень много интересного. Как-то так получается, что мы рвемся за границу, летаем через океан, на северный полюс ходим, а что у нас под носом происходит – не знаем. В Ленинградской области есть такие места, где буквально не ступала нога человека. А всего-то и надо-то сесть на электричку, и через три часа вы окажетесь в совершенно удивительном месте. То есть место-то самое обыкновенное, кто же не знает озеро Вуоксу. Все дело в том, с кем туда поехать. Туристический клуб «Непоседа» и общественная организация «Санкт-Петербург за экологию Балтики» уже не первый год организуют экологические экспедиции, побывав в которых о самом известном, казалось бы, месте можно узнать столько нового и интересного. За летний сезон проходит 3-4 таких экспедиции, и каждый раз это совершенно необычный взгляд на окружающую нас природу. Об одной из таких экспедиций мы и хотим рассказать. С самого начала нас поразило то, что ребятам, членам экспедиции, предложили на выбор, чем они будут заниматься. Оказалось, что в этой экспедиции идет комплексное изучение природы. Опытный ботаник, геолог, гидролог и гидрохимик провели ребят по разным маршрутам, рассказывая о геологическом строении, о растительном мире этого края, о том, как измерить глубину озера или сделать анализ воды. И первые 2-3 дня у ребят просто глаза разбегались, так все было интересно. Но надо было выбирать что-нибудь одно, и каждый выбрал то, что ему ближе, или о чем он хотел узнать побольше. Объектом этой экспедиции было выбрано мраморное озеро и окружающий его лес, а также берега озера Волкса. Ребята должны видеть отдачу, практическую отдачу. Не просто так. Прошел с рюкзаком, глядя на свои собственные ботинки, ничего кругом не видя, как образовалось это озеро, какая здесь растительность и почему, что здесь сохранилось. А специалистов мы подбираем принципиально, то есть людей только тех, кто имеет значительный опыт экспедиционной работы. Не просто теоретические знания, а именно обязательно практический опыт. И в быту, и в навыках экспедиционных, и в работе с детьми. Обязательно все они работали с детьми. Наконец, ребята определили, чем они будут заниматься, группы сформировались. И геологи отправляются в прошлое нашей земли. Надо сказать, что район Мраморного озера уникален тем, что в этом месте, как говорят геологи, происходит встреча балтийского кристаллического щита с русской платформой. Именно здесь хорошо видны сдвиги земной коры, приведшие к образованию складок, скальных пород. Озеро Мраморное как раз и образовано путем тектонического разлома земной коры. На этом кусочке земли ребята могут руками пощупать древнейшие наслоения коры, увидеть ход развития поверхности, узнать всю историю происхождения земли от сотворения мира. Когда здесь дымились вулканы, как образовались эти скалы, как шел процесс преобразования гор в холмистый рельеф. Как же устроен наш общий дом, земля, от подвала до крыши. Это тем более важно, что весь растительный и животный мир связан с рельефом местности, с его породой. Здесь ребята воочию увидели, как все взаимосвязано в природе земли и как все постоянно изменяется в ней. Несмотря на огромные размеры, геологические формы неживой природы не способны к самовоспроизводству. И об этом ребята узнают здесь, путешествуя по этому уникальному уголку нашей земли. А самое интересное, это самим без всяких инструментов измерить высоту холма. Так вот она, гармония природы, так вот они, земные голоса, так вот о чем шумят во мраке воды, о чем, вздыхая, шепчутся леса. Уникальные особенности рельефа этой местности придают свой неповторимый облик и растительному миру. Группа ботаников отправляется в лес открывать для себя тайны этого мира. И главное здесь научиться определять все, что ребята видят вокруг себя. Когда понимаешь, насколько же велико многообразие форм, которое нас окружает, невольно проникаешься уважением к огромному миру растений. Интерес очень живой и связан в основном с тем, что растения повсюду окружают их. И те, которые, те ребята, которые умеют внимательно наблюдать окружающий мир, их безусловно интересует, что это такое. И познают все это многообразие растений с большой жадностью. Я отдаю им все, что могу. То есть я все, что знаю, с радостью, причем мне доставляет очень большое удовольствие общаться с ними, потому что я вижу живой интерес и я с радостью отдаю все свои знания. Ребят действительно интересует все, что связано с растениями. В этом мы убеждаемся, когда видим, с каким интересом они слушают руководителя, как бережно относятся к каждой травинке, как внимательно всматриваются в причудливый рисунок мха. И такая экспедиция просто потрясающая возможность для ребят удовлетворить свой ненасытный интерес к природе. Но здесь решаются и научные задачи. Для этого каждый получает какую-то тему, по которой в дальнейшем работает. кто-то хочет узнать, как ведут себя растения после пожара, кто-то увлечен мхами или шайниками, кого-то и заинтересовали водные растения. И здесь, конечно, пригодятся навыки сбора растений, составления коллекции. Итогом работы с растительным миром станет маленькое научное исследование. А поскольку это научное исследование, то оно должно иметь документ, подтверждение. Сбор гербария один из элементов такого подтверждения. Любые занятия по ботанике должны начинаться с того, чтобы эти растения научиться называть. И ребята учатся элементарным навыкам обращения с определителем сбору гербарных экземпляров. Здесь они узнают о крупнейшей коллекции ботанического института в Санкт-Петербурге, о других научных коллекциях, как они устроены и для чего. Я не думала никогда, что столько разнообразия разных лишайников, что очень много знаний получаем. Впервые в жизни я не замечала многих растений, не замечала их функций, не знала. А сейчас вот, да, интересно очень даже. И в том, насколько жив интерес детей к познанию мира природы, наверное, и есть залог успеха такой экспедиции. «Стихает ветер, это озеро, заполнившее расщелину между гранитных скал. Для ребят-гидрологов это озеро представляет большой интерес, так как-то оно расположилось в тектонической впадине, а значит, достаточно глубокое. Но самое интересное, что озеро Мраморное не имеет поверхностного стока, то есть питается только осадками, и вместе с тем вода в нем чистая». Александр Павлович Морозов намечает план действий. Задача группы гидрологов сделать карту Мраморного озера. Задача уникальная. Здесь до них никто съемку озера не проводил. «Можете вот взять вот эту базу, и от нее все будут углы». «Можете взять вот эту. Любую назначите себе базу, только она должна быть закреплена на берегу. Вот от этой базы и поехали сюда. Точка, 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 точка. Кончилось, тут уже дальше не видно. Перешло в другую точку». Работа предстоит серьезная, и приборы должны быть настоящими. Нивелир Теодолит поможет точно измерить углы и расстояния. А уже потом, по створам, на лодке ребята измерят глубины. Такая работа требует внимания и кропотливости. Да, ребята получат здесь несколько навыков, я бы так сказал. Во-первых, это общение с природой. Здесь на этом мы работаем все специалисты. И в дальнейшем уже по специализациям ребята углубят свои знания, даже не знания, а навыки, именно в работе с приборами. У нас тут есть приборы, есть нивелир, теодолит, то есть угломер и нивелир. У нас есть гидрометрическая вертушка. Нам бы очень хотелось, чтобы ребята не просто смотрели на природу, как на красивую игрушку, а умели к ней подойти, что-то измерить, как-то ее оценить. Я занималась гидрологией. Да, почему гидрологией? А потому что вообще вода – это моя стихия. Я люблю заниматься всем, что связано с водой. Я стрелец, но, по-моему, я больше водолею по качеству. А итогом работы, ребят, станет не только сделанная ими карта мраморного озера, но и опыт, приобретенный за эти дни. Опыт общения с природой и умение ее изучать и измерять. Что значит – понимать. И озеро в тихом вечернем огне Лежит в глубине неподвижно сияя, И сосны, как свечи, стоят в вышине, Смыкаясь рядами от края до края. Если есть чудо на планете, то оно содержится в воде. Нет ничего приятнее и вкуснее чистой родниковой воды. Ничто так не бодрит и не утоляет жажду, как купание в лесном озере. Вода – самая большая ценность на нашей планете. Но с каждым годом воды, пригодной для питья, становится все меньше. Теперь, пожалуй, трудно найти водоем, где вода была бы исключительно чистой. Группа гидрохимиков во главе с Вячеславом Борисовичем Богдановым занимается изучением химического состава воды озер Вокса и Мраморного. При помощи походной лаборатории Плав-2 ребята не только получают представление о химическом составе воды, но и проводят ее анализ, чтобы затем в стационарных условиях получить данные по качественному составу воды в озере. Попутно ребята узнают о способности водоемов к самоочищению и предельно допустимых уровнях загрязнения, что происходит с озером, в которое попадают отходы производства, как можно быстро загрязнить воду и как сложно очистить. На конкретных примерах ребята узнают о содержании в воде кислорода и почему бывает жесткая и мягкая вода и какие микроэлементы содержатся в воде и как это влияет на жизнь ее обитателей. И еще о многом интересном и важном узнают ребята, проводя несколько дней на берегу озера. Для нашей маленькой группы стоит очень такая мини-задача просто посмотреть, посмотреть, как и что представляет собой инвентарь, хотя бы в общих чертах, в каких общих чертах является химический состав пресной воды, в каких элементов, предположим, в озерах или в реках, больше, в каких меньше. И одновременно мы пойдем на Мраморное озеро. Вот, возьмем анализ в Мраморном озере. То есть, если посмотреть по химическому составу, хотим сравнить, соединяется ли это озеро вообще с какими-то водоносными горизонтами, которые здесь вот есть в деревне. Или же оно само по себе. Анализы, собранные группой гидрохимиков, достаточно серьезны и соответствуют установленным стандартам. Поэтому, кроме новых знаний, ребята получат точную информацию о составе воды в озерах, которая войдет в отчет об экспедиции. Мне оно наиболее, как бы, вот так понравилось, из того, что здесь было. А что, что понравилось? Понравилось замеры воды, пробы воды брать, понравилось заниматься вообще гидрохимией. Я вообще химию люблю. Вздохнут леса, опущенные в воду, и как бы сквозь прозрачное стекло вся грудь воды приникнет к небосводу и загорится влажно и светло. Уже стало традицией, что каждое лето десятки детских экологических экспедиций отправляются на встречу с природой. Раньше такие экспедиции старались организовать куда-нибудь подальше, на Кавказе, в Крыму, но сейчас у организаторов экспедиции проснулся интерес к своим местам. И не напрасно. Места действительно удивительные. Михаил Федорович Корчевский в каждую экспедицию приглашает археолога, специалиста по древнерусской культуре. Очень важно, чтобы ребята знали, как жили наши предки, их культуру, быт, все, что их окружало. Ведь все, чем жили наши предки на этой земле, было основано на тех природных ресурсах, которыми они владели. Они берегли лес, воду, землю, зная, что они их кормят. Здесь, в экспедиции, понимают, что сделать чистыми воздух, воду, землю, как это было когда-то, сегодня невозможно, если не привлекать внимание детей к этим проблемам. В прошлой экспедиции мы помогали тушить пожар лесной. То же самое. Это надо было видеть их энтузиазм, вообще, как они, ну, буквально самоотверженно на это дело пошли. Вот ребятам, значит, показать, что от них тоже очень многое зависит. Вот что-то даже, вот убрать, даже убрать мусор где-то, это уже зависит от них, что где-то стало чище. Акцию под названием «Меньше мусора» решили провести прямо здесь же, на берегу озера Вокса. На турбазе «Яркое» озеро Вокса – одно из самых красивых на Карельском перешейке. Но даже и этот уголок природы не удается спасти от обилия свалок. Каждый день на многочисленные острова озера Вокса в летний сезон приезжает до тысячи туристов, оставляя после себя горы мусора. Организаторы акции заранее приготовились к ее проведению. Были отпечатаны листовки, в которых дается ряд советов, что делать с мусором, а также буклеты, использованная упаковка, источник сырья, энергии, экономии природных ресурсов. Дети нарисовали яркие плакаты, призывая отдыхающих принять участие в акции. Но самым важным была сама уборка мусора на территории турбазы и других островах. С мешками и пакетами ребята залезали в разные уголки и вытаскивали оттуда опять те же банки, упаковки. Почему же сами туристы не выбирают места отдыха? Почему оставляют после себя кучу мусора, не потрудившись даже закопать его? Участники экспедиции провели небольшое исследование и пришли к выводу, что люди оставляют мусор, потому что не воспринимают окружающую природу как часть своего дома, а также полагают, что за ними кто-нибудь уберет, либо бросит мусор туда, где он уже есть. Как повлиять на такого нерадивого туриста? Есть конкретное предложение. Вместе с лодками выдавать мешок для мусора. Обязательно. В каждой лодке должен быть мешок для мусора, который сдается вместе с лодкой. И может быть, кто сдает целиком мешок с мусором, делается скидка на аренду лодки. У организаторов акции есть еще много таких идей. Уже в сентябре Санкт-Петербург за экологию Балтики примет участие в организации сбора алюминиевых банок. Акция будет проходить с 14 сентября в Таврическом саду, а 20 сентября проведет компанию по очистке побережья Финского залива. Многие школы и организации уже выразили желание принять участие в этой компании. В основном это молодые люди, студенты, школьники помогают в этом плане. И мы, как говорится, даем инвентарь бесплатно, лодки выдаем, мешки, на которых они уже производят уборку островов. Вот так и распределяются роли. Взрослые бросают мусор, чтобы дети его убирали. Но так не может продолжаться, считают организаторы культурно-экологической экспедиции Карельский перешейк. Те дети, которые сегодня участвуют в акции, уже не будут, став взрослыми, оставлять после себя горы мусора. Этой надеждой живут сегодня и те взрослые, которые поставили перед собой задачу оздоровления природы Балтийского региона и экологического воспитания детей и подростков. Чем больше уважения, любви к природе, окружающей нас, тем меньше мусора. В этом убеждены все члены экспедиции Карельский перешейк. Проведение акции нашло большой отклик среди отдыхающих. Люди, увидевшие детей, собирающих мусор по всему острову, сами включаются в уборку своей территории. Вообще, вот сегодняшняя акция очень хорошая. Очень хорошая, да? Почаще мы такие. Ага, веселая. Значит, не зря потрачены усилия ребят. Может быть, хоть в этом прекрасном маленьком уголке мусора действительно станет меньше. А люди будут внимательнее относиться к чистоте этого красивого места, маленькой частице своего большого дома, планете, Земля. А экспедиция продолжается. Впереди новые маршруты, новые исследования, интересные рассказы, подведения итогов. Есть международная программа «Зеленый пояс Европы». Участвуют скандинавские страны, вот сейчас уже отработали Карелию, и сейчас уже начинают работать Ленобласти. Я, в общем, могу сказать, что знаю неплохо Ленобласть, вообще Северо-Запад отработал здесь, в общем-то, 30 с лишним лет. Что есть уникальные места и гораздо дальше, чем с границей Финляндии. Но вот эта экспедиция, она основана как раз на том, что мы работаем по программе, пытаемся что-то создать в ботанике, гидрологе, значит, в геологии, именно по программе «Зеленый пояс Европы». Мы свои предложения в эту, значит, кто этим занимается, передадим. И будут еще новые экспедиции, и другие мальчишки и девчонки будут шагать неизведанными тропами, раскрывать новые тайны природы. И огромной благодарностью наполняется сердце к людям из года в год, отправляющимся в экологические экспедиции, чтобы решить самый важный вопрос. Как нам жить, чтобы выжить на этой планете? Субтитры создавал DimaTorzok